Привет зрителям канала ЧСКОМ.РУ. С вами гроссмейстер Вадимир Белов, и сегодня мы будем смотреть партию дня полуфиналов Гран-при в Берлине. Вообще, я думал, что может быть проблемой быть выбор, так как будет всего две партии, и они могут получиться какими-то бесцветными, не такими захватывающими. Но, в общем, в итоге я даже долго думал, какую из ярких партий сегодняшних выбрать. Ну и остановился я на партии Ливона Роняна против Домингеса Линьера. Давайте к ней приступим. Итак, Ливон играл белыми, он начал партию ходом Д2-Д4, Д5-Ц4-ДЦ. Вот такой выбор у Домингеса, принятый ферзевый гамбит, сейчас довольно модный, и причины тому вот как раз вариант, который будет сыгран в партии. Е4-Б5. Вообще, ход такой очень принципиальный с самого начала. Черные удерживают пешку С4, и она будет жива там почти всю партию. Такие классические продолжения здесь. Е5, конь Ф6, играют частые конь С6. Ну, в партии было Б5. Конечно же, Ливон к этому готов, это сейчас такой современный тренд. А4-Ц6, АБ-ЦБ. Ну и как отыгрывать пешку белому, конечно, очень хороший такой вопрос. Если здесь сыграть Б3, кажется, что это очень логично, так как на взятие мы соберем пешку Б5 с шахом. Ну, у черных есть контрудар Е5. И все здесь вообще не ясно. Для белых я так играть не советую. Поэтому основным ходом является конь С3. И здесь Домингес сделал ход Ф6. Я отмечу, что для Блица интересной попыткой является ход А6. Хотя так играли довольно сильные шахматисты и в классику. А6 – это тоже жертва качества, как и будет в партии, просто в другой редакции. На конь бьет Б5. Черные просто отвечают АБ. Вадья бьет А8. Делает ход слон Б7. Вадья А1, слон Е6. Да, здесь на Е4 не торопится бить. Мне всегда казалось, что за что может быть тут компенсация. Но тем не менее, компьютеры пишут неплохие оценки. Но в результате здесь всерьез с эту позицию взялись аналитики. Нашли, что после хода конь Е2 с последующим конь С3 у белых какие-то шансы на преимущество. Ну, может быть, на самом деле преимущество. В партии было сыграно ферзь Б6, тем не менее. Ферзь Б6, защищая пешку. И последовал ход конь Д5. Кстати, вместо хода конь Д5 вот недавно в Вейконзее была сыграна очень интересная партия между Кшиштофом Дудой и Сергеем Корякиным, где польский красмейстер пошел слон Е2, Е6 и конь Х3. Вот так оригинально. Остался просто без пешки. Он затем начал давить на королевский фланг, то есть ходил в маркировку, ну, переводил туда фигуры и проводил какие-то атакующие действия. Партия закончилась ничью. Ну, это, кстати, очень интересно для тех, кто особенно любит какую-то такую динамику и игру без пешки. Партия последовала конь Д5. Ход просто главный и принципиальный. Действительно, на ферзь Б6 хочется напасть на него немедленно. Ферзь Б7 и слон Ф4. Собственно, в чем идея черных? Давайте посмотрим. Грозит конь С7 шаг, вилка. Ну, хоть конь А6 это сразу проигрывает из-за несложного удара. Вадя Б6. Ферзь А6 и конь С7. Поэтому нужно как-то реагировать. И вот черные здесь нашли, что все не так ясно после интересного хода Е5, который последовал в партии. В чем его идея? Черные временно отдают пешку. Если вот они, кстати, пошли бы вместо Е5 Е6 с теми же идеями, как партия, то на конь С7, король Д8 белые могут сделать промежуточный ход Ф3, защищая пешку Е4, и затем конь в любой момент съедает на А8. Ну, а король на шаг может отступить на Ф2. Вот Е5, конечно, очень такой темповой, скажем так. Черные играют на преимущество в развитии. Слон бьет Е5, конь Д7. Напали. Если тут поторопиться и сделать ход конь С7 сразу, то после короля Д8, конь А8, вот я смотрел, здесь неприятный шаг. Ну, как неприятный, ну, просто смотрите, зачем партия заканчивается. Взяли и ферзь Е4 мат. Вот такой мат уже можно получить в самом начале партии. Но не в планах Хараняна было это делать. Слон Ф4, кстати, надо отметить, что в этой партии Ливон очень хорошо поработал в домашней лаборатории. Он играл довольно быстро, и первым начал задумываться его соперник. Конь Ф6, конь С7 шаг. Позиция, кстати, очень редкая. Ферзь бьет Е4. Сейчас остановимся. Ферзь тут хочет съесть слона. Конь его защищает. Ферзь бьет А8. Ну и, собственно, вот здесь можно остановиться. Такой оригинальный сценарий произошло в партии. Здесь у черных не хватает качества. За качество пешка. Но пешка очень сильная. Пешка вот С4, она стоит, наверное, двух здесь. Отличное поле у коня на поле Д5. И даже не так чувствуется плохая позиция короля на Т8. Однако, если белому удастся консолидироваться, вывести своего слона, сделать аркировку или куда-либо убрать короля, конечно же, ну и король, и материальный перевес скажется. Вопрос, конечно, что делать. Ну, Ливон делает ход Ф3. Этот ход был подготовлен еще дома. Идея такая, чтобы как-то ограничить ферзя А8. И подготовить где-то выход короля на Ф2. Конь Д5. Слон Ж5. Ну, вот этот вот ход является новинкой. В немногочисленных партиях, а конкретнее в двух, был немедленный отход на Д2. Но здесь вот Ливон сначала дает шаг, вызывает Ф6. И теперь делает ход слон Д2. Такая вот какая-то хитрость. Ну, не знаю, насколько это очень важно. Важно ли вообще. Тем не менее, он это сделал быстро. Значит, что-то знает. Слон Д6. Вот тут мне показалось, когда я анализировал эту позицию, что точнее за белых делать ход немедленный король Ф2. Какая идея-то у них? Не обойтись здесь без хода Б3. Раняну. Не обойтись. Пешка С4 очень сильно сколывает позицию. Надо ее разменивать. Если сразу сделать этот ход, тогда вот как-то конь Б6. И конь прыгает на С4. Ну, так тоже можно пойти белыми. Но мне казалось, сначала лучше пойти король Ф2. Если черные выводят своего ферзя, то теперь уже сыграть Б3. Ну, и вот в какую-то такую позицию пойти. Чуть-чуть немножко вскрыть игру, чтобы фигурки заработали. Но тут в пользу белых оценивает компьютер. Возможно, так нужно было ходить. Однако конь Ж3 было сыгранным. Ферзь Б8. Хороший ход, кстати, от Домингеса. Вообще Линьер очень уверенно играет на этом турнире. Там, кроме, может быть, одной партии, столкнувшись с неожиданностью, он довольно неплохие ходы выдает. Король Ф2. Правда, вот здесь вот следует неточность. Точнее, американский гроссмейстер проводит идею правильную, но все-таки на ход дольше ее делает. Нужно было сыграть слон С7. Такой классный ход. Слон переходит на поле Б6 и давит на Д4. Конечно, если вы смотрели трансляцию, то, естественно, наши комментаторы Владимира и Анастасия напоминали об этом маневре. Действительно, он очень неприятен. Пешка висит. Слон очень хорошо защищает и короля, и ферзь впоследствии может выпрыгнуть куда-то на Д6. Я вот тут пытался подвигать какие-то варианты. Мне вообще они в пользу черных даже больше нравились. Вот можно слона опять здесь не давать съедать. Ну, после взятия ферзь Б6 возникала сложная позиция, в которой компенсация черных вполне хороша. Однако последовал ладья Е8. Ладья Е8, и теперь белый король очень спешно эвакуируется на королевский фланг. Делается ход слон Е2, слон С7. Я, кстати, поясню, что ферзь нигде не может попасть на Б6. Ну, например, здесь, да, из-за хода слона А5. За этим надо внимательно следить. Слон С7 сыграл Домингес. Ладья Е1, слон Б6. Но вот теперь Араньян отлично делает ход король Ж1. Действительно, играем не в пешке. Пешку Д4 можно отдать. Она вообще в целом скорее даже... Ее взятие чаще всего на руку белым, поскольку вскрывается линия. И король на Д8 становится большой. Ну, и к нему приходит беда. Ну, и вот эта вот идея выбивает из равновесия Домингеса. И он здесь останавливается на неправильной идее. Мне кажется, кстати, с черным гораздо труднее играть. Все-таки материала нет. Король на Д8. Всегда пешки съедаем, но король остается плохой. Такой ход Ферзь Е5 был классный, чтобы Ферзя подключить. Благо, что пешка пока связана на Д4. Видимо, надо было так играть. И доминация Ферзя как-то хоть немножко компенсировала пожертвованное качество. Однако последовал ход Конь Е5. Король Х1, Конь С6. И вот позиции Коня на С6 вроде замечательные. Теперь Домингес хочет съесть на Д4 конем. Однако тактические ресурсы все разрушают здесь полностью. Ход Б3. Что-то здесь зевнул Линьер. Я думаю то, что после хода С3, ну, такого ключевого, иначе просто позиция разрушится. Слон бьет Б5. Водья бьет Е1. Вот если здесь взять, то белые не Ферзем возьмут на Е1, так как черные съедят слона с темпом. А слоном берут, висит Конь, ну, и здесь все плохо. У черных все разваливается. Возможно, это зевнул. Возможно, саму идею Б3 недооценил. В партии последовал слон Б5. И казалось, что все так быстро очень для Роняна закончится, что его подготовка сработала. И в такой острой позиции он разобрался гораздо лучше. Однако еще приключения были. На доске слон Д7. Водья бьет Е8. Слон бьет Е8. Действительно, кстати, по-человечески играть эту позицию непросто. Пешка сильная. На Д4 теряется. Ну и что-что. Король в центре. Зато все фигуры находятся на очень таких активных позициях. То есть, конечно, с компьютером здесь намного легче разбираться. Ну и вот, собственно, движок и показал, что здесь надо было отдать слона. Слон бьет С6. Так нужно было пойти и взять пешку ключевую. И вариант следующий. На конь С3 следует ферзь С2. Такой тонкий маневр. Висят две легкие фигуры. Слон бьет Д4. И теперь тонкий ход ферзь Д3. Ну непросто. Непросто это найти. Вот так в условиях. Важно, что связан слон и нет хода ферзь Д6. Ну давайте я поставлю. Из-за хода конь Ф5. А если ферзь защищает как-то там с другой стороны, например, с поля Б6, то мы тоже можем конь Ф5 пойти. То есть здесь либо конь Б5 есть еще ход. Тоже конь Ф5. Ферзь Е5. И у води АД1. Отыгрывается слон. Ну и черный остается у разбитого корыта. То есть вот слон бьет С6, слон С6, слон С3. Такая тактика. Однако Араньян решил сохранить слона, что довольно логично. Слон Е1. Конь бьет Д4. Слон бьет Е8. И последовал промежуточный ход С2. Ферзь Д3. Король бьет Е8. Тут опять был ход у Араньяна сильнее. Но немножечко он тут потерял нить игры на несколько ходов. Конь Д4 защищает пешку С2. И надо было его выменять. И этому способствовал ход конь Е2. То есть мы вымениваем фигуру активную и съедаем пешку. Ферзь Е5. Конь бьет Д4. Слон бьет Д4. Водя С1. Слон Б2. Кажется, что черные, кстати, обманули соперника. На водя Б2 следует ферзь Е1. Но промежуточный ход С3 полностью разруливает ситуацию. И лишнее качество остается. Конь Б4 еще такой можно. Красивое дополнение. Слон бьет Е5. Конь бьет Д3. И слон бьет Б2. Слон защитил водью. Ну а на конь Б2 водя С2 с победой. В партии Леон делает ход С2. И борьба обостряется. Ферзь на Е5 идет. Кстати, отличный ход. Ферзь Е5. Ставится такая ловушечка. На ход водя Е1 следует. Ферзь бьет Е1. И мы видим, что новый ферзь проходит. И черный уже побеждает. Поэтому Ронян делает ход водя С1. Отличный ход Ф5 следует. То есть здесь пешка С2 вроде с одной стороны сильная. Опасная проходная. С другой стороны она в любой момент может упасть. Ф5. Ферзь С4. Ну и как называемая позиция вот на одну ошибку. Причем эта одна ошибка могла случиться так у белых, так и у черных. Ну и первым не выдерживает Домингис. Правильным здесь решением был ход Ф4. Напали на коня. Очень такой антипозиционный ход с виду, потому что конь встает на фарпост. Но зато у черных появляется свой фарпост на Е3. И теперь две пешки, два коня точнее, уже защищают пешку С2. И вот эту позицию, возможно, Лароняну уже выиграть бы не удалось. Здесь компенсация реально серьезная. И так вот по вариантам шах можно дать королю Ф7. Мне не удалось здесь найти преимущество за белых. То есть вот ход Ф4 с последующим конь Е3. Однако немножко поспешил здесь Домингис. Сделал сразу ход конь Е3. И зевнул вот следующий ресурс. Шах, шах и Ф4. Отличный промежуточный ход от Роняна. Идея какая на ферзь Ф4, ферзь Е8. Шах и выигрывается конь. Ну и у ферзя нет удобного поля. Он стоит как раз на самом сильном поле в центре доски. Здесь приходится идти на размен. А после размена Ронян сделал ход конь Е2 важный. Но здесь жадный ход конь Е2. То есть он не хочет даже пешку отдавать. То есть хочет съесть чистое качество. Конь Ж4, Ж3. То есть пешка С2 уже никого не волнует. Так как мы ее в любой момент съедаем. И Б4. И водябе С2. Ну и здесь закончился контроль. После короля Ж2. Домингис посмотрел на свою позицию. И понял, что шансов у него нет. После хода конь С1 выменивается активный конь на Д3. И белый легко реализует лишние качества. Здесь уже проблем не будет. Вот такая вот очень творческая, интересная партия случилась. Ливон отлично подготовился. Применил идею. Может быть не совсем там. Мне показалось несколько небесспорную. Но тем не менее она сработала хорошо. И он одерживает победу. И завтра Домингису предстоит отыгрываться. Вторая партия, кстати, прошла тоже в таком незабываемо долгом сценарии. Накамура дожал Рикхарда Раппорта. И завтра нас ждет отличный боевой тур. На этом я прощаюсь. Подписываемся на канал, ставим лайки. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok